Время. Время темно очень интересное. Время относительно, как мы знаем. И люди постоянно пытаются торопиться, но сжимают время, сами того не осознавая. В детстве, я часто привожу к примеру, в детстве время текло очень медленно. Вы пошли в школу или в садике. Этот год кажется жизнь эпохой. Сейчас год, два, три, пять, обликнулись как одна секунда. Это не потому, что время как-то поменялось свое течение. Нет. Вышимаете его. То есть, когда вы начинаете торопиться, проглатывая, быстрее. Утром проснулся, быстрее в душ, быстрее позавтракал, быстрее на работу, быстрее туда. Вот это быстрее надо выбирать. То есть, когда я опять говорю вам про осознанность, я имею в виду, что вы здесь и сейчас. Вы получаете удовольствие от этого момента. Вот этот момент, вот вы здесь живете. Вот прошлое, будущее, это все было и когда-то будет и будет ли вообще. Как и многие проблемы, которые люди крутят в голове, если они не понимают, что они не решают проблему, но отправляют себе в настоящий момент. Поэтому время, оно относительно, вы можете его затормозить. Я вот встречаю своих сверстников и понимаю, что время-то оно ушло. Ну, уже упущено. Здоровье ее упущено, много чего упущено. Я думаю, что тратя три часа в неделю, а это вполне достаточно, вы только приобретете время. То есть, занимаясь три раза в неделю, по часу, вы свою жизненную цикл увеличите. Ведь доказано ученым, что люди, которые занимаются анародной нагрузкой, ну, и более на 15-20 лет, моложе своего возраста, эндокринная система работает по-другому. Опять же, занимаясь спортом, вы следите за питанием. Увы, это все связано. А занимаясь, следя за питанием, занимаясь спортом, вы, конечно, смотрите за душевным комфортом. Это тоже важно, это ваше здоровье. Ну, люди, я говорю, в основном, как бы считают, там, какие-то дела, там, еще что-то. Ну, да, у кого удача, у кого там бизнес. Они уходят, потом очень сложно возвращаться. И вот, бывает, у меня порой пришел парень с животиком такой, обрюшим, начал заниматься. Где-то за полгода я его случайно увидел, как это, без майки я был поражен. Там, пресс, кровь прокачанная, плечи, шикарнейшая фигура. Я ушел. Через полгода я его встретил, он уже был с животом, как до этого. У него постоянно нет времени, там, да-да-да. Нельзя в одну реку зайти дважды. То есть, получив один раз результат, надо ценить его, надо держаться из него. Вот еще интересно, ну, когда начинаешь думать, вот, человек, я замечаю так, он один раз позволит себе расслабиться. Ну, там, женщина, она игос, а мужчина, она, пицца. Вот. И все. И сразу крест. И понеслось. Ах, раз так получилось, и пошел сход, и пошло все. И человек становится несчастен. Но люди должны меняться, конечно, и физически, и, ну, во всем, и духовно. И, ну, конечно, чем старше становишься, тем больше понимаешь, цена духовного что-то гораздо важнее. Дает, ну, возможности, потенциал духовного роста, он дает гораздо большие возможности, чем физические. Вот. Потому что я сейчас могу особо не упираться на тренировки. Вот. И при этом хорошо выглядеть, иметь нормальное здоровье. Да и поднимать вес я, кстати, меньше не стал. Хотя мне уже достаточно... Олет. Тренировка. Террица. Продолжение следует...